В рамках празднования Дня города Муниципальный и Государственный музей Самары организуют свободный вход на постоянные экспозиции, а также специальные мероприятия. 9 сентября Самарский литературный музей проведет пешеходную экскурсию «История одной мелодии» на сопках Маньчжури. Детская картинная галерея «Особняк Клотта» подготовили сразу несколько увлекательных событий. 9 сентября авторская экскурсия «Особняк Клотта» 10-го бесплатной экскурсии по выставкам «Пре-синема» и «Премьера». Бесплатным в выходные будет вход в музей «Самара космическая» Эльдара Рязанова и музей истории города имени Челышова. Режим работы и предварительная запись на экскурсии доступны в группах учреждений в социальных сетях, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В парке Гагарина заработал бесплатный питьевой фонтанчик на аллее недалеко от главного входа, рядом с мостиком через канал. Парк расположен в географическом центре Самары. На сегодняшний день это самый посещаемый парк города. С помощью нового фонтанчика весь сентябрь можно будет попить воды или набрать в бутылочку, прогуливаясь по парку, сообщает Департамент городского хозяйства и экологии. В Кировском районе в обновленном дворе по адресу металлистов 72А состоялся праздник двора. Волонтеры проводили для местных жителей интерактивные игры. Творческие коллективы пели веселые песни, танцевали. Все гости праздника участвовали в конкурсах и развлекательной программе. Юных гостей праздника наградили подарками. Во дворе в этом году отремонтировали проезды, тротуары, парковку. Всего в этом году в районе благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова приводят в порядок 6 дворов района по федеральной программе. И еще 5 заявок жителей реализуют по губернаторскому проекту содействие, пишет телеграм-канал Кировского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова